Поиск биологических родителей и аналогичная ситуация, но с прапрапрабабушками – это разные алгоритмы поиска. Законодательство, посвященное усыновлению, стало развиваться, только развиваться в основном в начале XIX века. Процедура усыновления, существовавшая в России в конце XIX века, уже простотой не отличалась. Она определялась уставом гражданского судопроизводства в зависимости от сословия усыновителя. Тем не менее, первый удовлетворительный по объему закон для описания ситуации усыновления был принят только в 1969 году. В российском дореволюционном законодательстве тайна усыновления не была предусмотрена, а с 30-х годов XX века прочно вошла в российское законодательство и существует до сих пор. Что важно для построения родословной? Так это то, что, во-первых, в зависимости от эпохи нужно учитывать законодательство и по нему смотреть возможные документальные следы. Возможные – не значит открытые, к сожалению. Во-вторых, практика усыновления или удочерения на протяжении всей истории была больше частной, чем государственной, по сравнению с другими актами гражданского состояния. Если речь о XX веке, главный источник – это семья и старожилы той местности, где было усыновление. В-третьих, если усыновление было из приюта, неважно какого века, стоит уделить максимальное внимание этой организации, в первую очередь, ее фондам. ДНК может помочь в поиске биологических родителей, но не рекомендую приступать к нему раньше, чем проведя стандартный поиск по документам. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в поисках!